А так, чтобы как можно лучше все было. Ну и дальше, соответственно, первый обряд, посвящение, призвание, принесение роду, соединение. Здесь тоже вариант от того, какой традиции, какой касте это все и для чего это все происходило. К примеру, отец Рюрика на первые несколько дней отнес его в храм Руевита и просил, чтобы Руевит или убил его, или сделал его сильным, могущим противостоять христианам. А почему он так сказал? Потому что предыдущих пять сыновей его убили христиане перед этим. И у него, правда, было еще с десяток сыновей, но это уже другая история. Как бы Рюрик все-таки был непосредственным, не от боковых жен, а от основных. И князь хотел, чтобы Рюрик там или умер в храме, там его никто не кормил, там ничего, или, соответственно, если выживет, то пусть уже живет там. Но с силой побеждать христиан. И там несколько дней Рюрик после рождения лежал сразу же на холодном полу, там без молока, без ничего. Поэтому как бы это хоть не стандартная практика, но было и такое. То есть осуществлялся тот или иной обряд, как-то проявляющий традиционную или родовую принадлежность данного человека. Ну и дальше осуществлялись возрастные обряды. Что такое возрастные обряды? Это как энергетическая помощь правильному включению тех или иных энергий человеческого тела. Понял идею? Так что, ну, значит, приходят, они там, готуют батьки их, да? Потім они там одружаются, да? Идет веселье там, что включает в себя? Ну как бы сам обряд. Ну, это священнослужитель питает, что вы понимаете, что происходит? Понимаем, кто вы таки, для чего нужно? Ну да. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Причем, совершенно не факт. Как правило, если речь идет о более таком качественном обряде, то муж читал гимн или даже несколько гимнов, и жена читала гимн или несколько гимнов. Так же они совершали жертвоприношения. Так же они приносили обед, и, к примеру, жена могла принести обед, что она там родит ему какое-то количество сыновей. Муж мог принести обед, что любого, кто хоть мысленно ее обидит, он там обезглавит. Или, что каждого из рожденных ею детей он доведет до духовного осознания. Или, к примеру, что они будут жить в достатке и богатстве. Или, к примеру, что он найдет ей наилучшего духовного учителя. Ну, снова, если это каста священнослужителей, то в таком контексте, что он или там наилучшее описание ей найдет, или наилучшего учителя. Если княжеская, что от нее, допустим, произведет законных наследников своей династии. Если воинская, что там он ее будет оберегать и так дальше. Если торговая, что он там ее будет снабжать всеми материальными благами. Если простолюдинская, что просто там будет трудиться, дарить ей цветочки, носить на руках и там что еще она захочет. Ну и, соответственно, в таком же духе что-то, соответственно, жена обещала мужу. Также жена могла еще что-то пообещать матери мужа или отцу мужа. И так же самое муж мог что-то пообещать отцу жены, брату жены. То есть уже шли такие всякие нюансы. Или отец мужа мог что-то пообещать отцу жены. Здесь уже чисто все ситуативно. Но это все тоже длилось очень долго. И так же там священнослужитель мог несколько раз переспросить, а точно это, точно то. Там названные родители приводились в такое состояние. Тоже не сразу. Не вот так, как мы сразу споймали и сказали, все, будете. Они и заранее готовились, и там, как правило, даже несколько на выбор брали. Вдруг одни что-то не смогут, брали других. Ну и когда уже все благословения получили, они шли там уже думать о том, как им сонастраиваться. Причем они могли даже не осуществлять половой акт, а просто чакрально переподключаться друг к другу. Потому что с астрологической точки зрения могло быть неблагоприятное время к зачатию. К примеру, для свадьбы как обряда благоприятное, для зачатия – нет. Или какие-то еще астрологические особенности. Ну, далее еще, далее и зачатие, так? Ну, да. А то, что я тебе уже рассказал. А тоди народжение, да? Ну, да. Тоди они, по сути, плодят потом, выполняют свои кастовые функции, да? А в конце, ну, если это какие-то высшие касты, то, соответственно, они должны вознести. Ну, между рождением и свадьбой так же не все так просто. А обрядом было и отправление ученики. Обрядом, допустим, было возвращение с первого обучения. Там, получение каких-то заданий. Так же было получение первого настоящего какого-то задания. Это так же было очень важно. К примеру, когда воин должен был победить какого-то там черта злокачественного. А на протяжении долгих столетий сохранялась традиция, что в тюрьмах держали многих негодяев. Вплоть до того, что в древности даже, ну, когда после Божьей войны некоторые даже материальные демоны оставались на земле, то их со временем просто в тюрьме закрывали и потом использовали для посвящения воинам, к примеру. Я бы не самую в тиле не в людей. Ну, как бы не совсем в людей, чтобы правильно сказать. Не в людских телах? Не совсем в людских телах. Деформованных людьми? Очень деформованных. Антропоморфных? Что-то такое. Священнослужителю, соответственно, давалось задание изучить какую-то тему очень важную. Причём там или с той стороны, которую ещё никто так не изучал. Князю давали задание переапгрейтить систему управления какой-то административно-территориальной единицы. Торговец должен был куда-то поехать и как-то так продать товары или обменять их, чтобы намного больше достатка принести. Просто людин там спахивал, к примеру, поле или делал что-то, что соответствует его ремеслу. А вот вековые поштухи и так далее, то есть такие инициации? Ну да. Да. Это всё вяжется на идеи того, что постепенно вообще, что такое, по сути дела, взросление? Взросление – это прикручивание тонких тел к биологическому телу. Потому что сначала, когда тело только кое-как сформировалось и вылезло на этот свет, оно ещё не функционально. К примеру, почему есть у многих эзотериков такое убеждение, что младенцы, к примеру, всё понимают, всё знают, просто не могут сказать? Потому что яно, то есть… Проекция сознания. Да. Ещё не прикручена к телу. Ещё в полной мере не прикручена к телу, оно может находиться в тонких телах где-то рядом. И они ещё что-то помнят. Но постепенно, чем больше осуществляется прикрутка к телу, тем как бы открываются разные проблемы самого тела, и со всем этим нужно бороться долго и долго. Неау и Неоэт. Знаешь таких? Нет, не знаю. Это боги без присутствия. Боги ничего никакого, которые находятся в одной из прослоек сварги, отделяя крайние миры сварги от внутренних. Ничего никакого, а ты понял, Саша? Короче, пустоты типа. Нет, это искры в определённой последовательности находятся. Ну, то есть нет как бы объектов, а просто разрежённое состояние искр. То есть они присутствуют и отсутствуют, да? То есть с материальной точки зрения там ничего нет. Но искры-то присутствуют. Но искры-то же не материальные объекты, поэтому это ничего. То есть, короче, я визуально это не ловлю, короче говоря, пока. Ний и Ния. Знаешь таких? Ния это водный царь морской. Правильно. Ний, сын Перуна и Даны. Перуна и Дан. Ния, дочка Дона. Это садко было Ния, по-моему, в гостях. Ния, дочка Дона и Перуницы. Так, Ний, сын Перуна и Дан. Перуна? Да. А, подожди, Дан это что, Перуна? Ничего. Перуна это бог первой атмосферы. Да, она это богиня воды. Да. Первая атмосфера после... Сотворения Земли. Первая энергоинформационная структура, которая им была... Атмосфера. Атмосфера, а не какой-то там... Ты это так понимаешь? Живоэтизм. Я вот... Не понимаю, ты как-то... Прямо. Когда солнышко светит, когда то, когда сё... Да нет, солнце светит через вот эту водную прослойку, которая испарённая. Ведь слово Перуон, Перун, это дословно означает испарённый, испаренный он. Ну, пар. Ну, пар, он ас. Ну, да. Пар, пар. В общем. Он, он, он. Ну, короче, он не... Бог атмосферы. А сейчас какая по счёту атмосфера? Третья. То есть, после Перуна был стрибок? Ну, да. После стрибок... Это за три миллиарда лет, за три миллиарда лет, за четыре с половиной, сколько существует планета, было всего три бона относительно? И когда Перун перестал быть вовленность в сфере? А, шестьдесят с лишним миллионов лет назад. Ну, когда лупанули метеор? Да. То есть, его отсюда убрали просто, что ли, повысили или как-то? Убрали, считаем, пока так. То есть, надо над ним стоять ещё выше, правильно? Те, кто посчитал его отсюда. Да, конечно же, есть высшие боги. Конечно же, богов не две каких-то непонятных там команды, или не десять, или не двадцать. Я понимаю. Богов множество. Я это понимаю. Есть свои взаимосвязи, есть подчинение, есть служение, есть там другие связи. Во главе, конечно же, Всевышний. Потом был стрельбог, шестьдесят миллионов лет, да? Да. То получается. И вот последнее, вот его выяснение. Это как они там? Ведант. Надоел ему. Бог-защитник Вед. Один из сыновей Прохлада. А Прохлад? Верощант. Подожди. А Прохлад? 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 Сын Геракелыша. А, сын Геракелыша. Идеальный, верный, праведный славянин, благословитель которого воплотился сам Всевышний, видел его глава. Может, ему отца убить? Да. А его благословить? Ну да. Интересно. Ну, ты же даже сам говоришь, что Геракелыш якобы убил детей. Вот он хотел убить детей. Ну, его ж надули ему голову там чем-то. Ну, в общем, у него не получилось. То есть, вот этот миф, он ложный, я так понимаю, да? Который общедоступный. Я не знаю, что там тебе общедоступно. В общем, суть такая. Когда Геракелыш пытался убить Прохлада, воплотился Лавоглав, ликвидировал Геракелыша. Методом вскрытия его живота, отделения конечностей и поедания некоторых частей. И благословил князя Прохладу на это дело. Ну, вернее, не на это дело, на духовное развитие. Ну, то есть, короче, рядом, ну, ладно, хорошо. Верашьянт. Бог познания Всевышнего и служения Ему. В каком смысле служения Ему? Тарефремон. Ну, какая функция определенная, кроме военное дело или что? Служения Всевышнего. В любых каких-то там... Да, верашьянт на это все может благословиться. Но родился там и демон. Антавит. То есть, демон невежества, противник знаний и противник своего же брата Веданта. Верашьянт и Веданта, да? Веданта, верашьянт и Антавит. Три сына Прохлада. Так, я шутаю. У них как бы... Их много еще там? Угу. Перерва, да? Да нет, просто как бы не то, что перерва. Перерва, 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 все. Перерва по-любому. Вырубай. Ну просто, на сколько их поможем мало? Достаточно. А, кстати, Курувский ничего про Хаджев Суд не писал? А я не знаю. Или про Полы? Можете писать, но я просто не так уж много изучаю. Ведь вот сейчас и Скляров, и другие... Кстати, как Склярова? Удается смотреть или нет? Я, ну... Советую. Советую. Скляров, просто что, столько много, что я даже... Ну, можно как? Можно заходить на YouTube, скачивать аудиодорожку, загружать телефон, ходить заниматься своими делами и слушать лекции через наушники. Ну, я делаю по-другому. Нет, можно и на ночь, вот так было рассказано. Ну, на ночь тоже я слушаю. Это, кстати, так встал любви, сынок. Потом даже... Не, я просто сообщаю, что интересный человек, а дальше уже дело хозяйское как. Просто что Скляров как? Он вот говорит, непонятно, откуда-то кокаин в египетских мумиях. Непонятно, откуда-то другие вещества в египетских мумиях. А всё понятно. Царица Хадшипсут, она свои караваны посылала в Южную Америку, она посылала и в Индию, она посылала в Австралию, в Австралию на одной. Искал, есть конкретно надписи, какой египетский фараон туда посылал корабль. А сюда она посылала за полынью, за мёдом, за этим вот льном и за чабрецом. И, кстати, часть негров она оставила на Кавказе. Она подарила понтейскому царю их. Негров? Ну, убийцам. Это не негра, это... То есть дали потом вот это поколение такое, да, кавказское? Частично. То есть получается чабрец тоже, да? То есть очень такое... Имя бога чабреца Чаян. Чаян? Да. То есть, по сути дела, наш чай – это чабрец. Слово «чай» обозначает, ну, чабрец. Я понял. А Иван-чай? Ну, Иван-чай тоже как бы хороший, но чабрец вот... Снова это золотой вот стандарт рахманской традиции чабрец. Это вот как, допустим, есть культ Велеса, можно молиться Велесу, можно молиться там кому угодно. Но есть ведическая традиция, можно направиться к Рапу с помощью знаний ведической традиции. То есть, ну, получается, изучай высшее, тонкое, пронизывает руку, управляет им. Ну, да, да. И сейчас время тонкое получается. Ну, как бы не только тонкое, а главное. Ну, главное. Ну, я в этом. Так что, разберем сейчас философскую концепцию или бога Мироанта. Или что? Не очень хочется разобрать философскую концепцию, но думаю, что бога Мироанта надо разобрать в первую очередь. Хорошо. Получается, Ман или Ману, это бог-прародитель человечества. Он к Мироанту не имеет, как бы, ну, как имеет отношение, как любой бог, к любому другому богу, но это не один и тот же. Мироанту, ему где-то под 13, может, чуть больше миллиардов лет. Где-то 13 с половиной, где-то так. Почему не могу точно сказать, потому что ведические датировки относительно такой давности не совсем... Мироант или Мироанттай. Мироант или Мироанттай, варианты имени. Мироанттай, Мироанттай, да. Это полное имя. Вообще, концовка Ай, она часто отпадала. Ай или Айо означает, что он хозяин жизненной силы еще. Получается, это бог, которого Всевышний назначил быть и заведовать, как бы, порядком мира. Когда Сварак создал Аллатара, ну, вселенскую структуру, что такое Аллатара, уже известно там, где-то... Ну, я только слышал, что вы прославляли в какой-то мантре, Аллатара, сам звук. Да, 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 да. Есть мировое яйцо. Внизу проявляется Всевышний, как прабог. Всевышний испускает свою мысль. Вот здесь мировое яйцо. До Сюдова доходит его мысль. Тут он перерождается, становится Свараком. Вокруг себя творит вот ту штуку, которая на книжке изображена. Четырехугольник. Он здесь растянутый, представляем его просто четырехугольник. И представляем, что это не ручка, а это обелиск с четырьмя гранями. Ну, вот так тогда получается. Но только это тонкое и микро-микро-микро. Дальше. Всевышний, когда сотворил эту штуку, он испустил из Танбога и Чеслобога. Там зародились Белобог и Чернобог. Всевышний поднялся, стал родом, принял искр из духовного мира, воплотил в мировом яйце. Всё это неважно. Но вот когда он создал Сваргу, он за всем этим назначил ответственным Мирантая. А Ант в конце имени означает защитник. Мирант означает защитник мира. Защитник мира. Да. Защитник миропорядка. Кстати, вот там в мистических версиях христианства, там изображается, что из Адама как бы тоже растёт мировое древо. И как раз Сефирот, Каббала и так дальше. Я так чуть-чуть слышал. А скандинавы изображали, что, соответственно, есть великан Эмир, и из его частей боги создали всё. Но там тоже кровавые скандинавские бредни о том, как боги резали его на запчасти. Но это бред. Понятно. Ну вот, в Поконе написано так, что бог создал мир, человек, и положил его на землю. С него создал землю. Снова. Там вот, когда я смотрел, допустим, записи Куровского, я их смотрел пару лет назад, и Куровский там конкретно вот эти нюансы про мира, о том, что он как бы бог мир, что он пронизывает всё, говорил. Поэтому я это запомнил и привожу как параллель. Я помню. Но вообще я не по Куровскому это излагаю, а по текстам. Да. А как бы, что там Куровский пишет, вопросы чисто к Владимиру Витальевичу. Так, Эмир в Скандинавии, да? Да. Ну там они всё переделали в то, что боги друг друга режут, там вот такое вот. Это, ну, как-то бредоватенько, скудноватенько, в духе полудиких племён полузамёрзшего скандинавского полуострова. Вообще он тот, кто занимается миропорядком в этой штуке, которая называется Аллатара. Аллатара – это как вселенная, да? Это обелиск вот этот. В египетской версии он Бенбен. В шумерской версии он Дуку. В индийской версии это Лингам, то есть фалос, член Шивы. А, Лингам, это вот такой, я не знаю. Ну, член, где-то родные органы. Есть ещё Раджа-йоги, они изображают Шивилингом в виде точки. Это вообще непонятно, как это у них так получилось, но есть традиционные индийские изображения Рингама. Ну, они снова, вот индусы, знания о вот этом обелиске превратили конкретно, они изображают его в виде члена, вот буквально, вот самого, что ни на есть. Ну, там с такой ещё кружочком, какие-то, в самом деле. Ну, да, там они вот чуть, ну, всё равно, как бы, к этому стремится идея. А если разбираться, то это не член, это обелиск. Вот, вот, как его египтяне изображали, к примеру. И в тексте о мироздании я привожу, к примеру, балтийскую версию этого обелиска. Итак, вот у нас начерчена прорисовка вот этого, так сказать, фаллоса. Вот, как его изображали наши предки. Они уточняли многоуровневость. Это тоже некое искажение, но это искажение для подчёркивания идеи, что вот здесь встроены микроуровни, микроалутарра. Вот это скифское навершие с той же идеей. Вот это из Эритринского храма. Ну, и там дальше я привожу другие археологические объекты, которые как раз иллюстрируют идею Аллатара. То есть, получается, это всё проявление, ну, всё имеет вот мироанта. Это занимается порядком. Ант в конце имени означает защитник. Если бы его имя было Антамир, это значит противник мира. Если мироант, защитник мира. То есть, где эта приставка стоит, скажем, она даёт этому вопросу. Либо защитник, либо против. Ну, да. Ну, да. И так же же получается анти, да, или оттуда есть слово по-другому. То есть, вот это всё, это имеет вот мироанта, это его образ, ну, как его там сам, да? Да. Это его тело, это его отчина, это он. В голубиной книге, это такой уже христианно-простолюдинско-эзотерическо-непонятно какой текст. Я имею в виду голубиную книгу не Пятибрата, а именно старинную голубиную книгу. Мираант заменён Иисусом. В индийских версиях Мираант с Крещен, с Всевышним. И в китайской версии это Паньгу. А в индийской версии Праджапати или Пуруша, это более чистая версия как раз Мираанта. А, Пуруша, Пуруша. Именно Пуруша это, да. Пуруша это... Человек-миропорядок. Да, ничто неизменённое. Ну, как бы такое, как ось. Вон там ось по центру открывается. Ну да. Пуруша тоже не меняется. Но если миропорядок изменится, законы развалятся, кошмарики настанут, и мы их даже не увидим, потому что мы видим благодаря отражению света. Мирантай, но я тут сразу же себе написал. Эмир, Ману, Адам, Кадмон. То есть это получается... Ну, это некие его параллели, но не совсем. Вообще, Адам это название адской планеты. Адама, то есть мощь Ада. Ад, аббревиатура антидобро. Ну, то есть, ну, если исходить из такой вселенской концепции, что чернобог, ну, белобог вообще, приближение, то в принципе и... Ну, это да, ну, мы исходим из исторической концепции, где Адам — это адская планета, на которую высадился Егова. Вода там была заморожена, Егова там её терраформировал, построил лабораторию. Вот как в сериале «Западный мир» или «Мир дикого запада» сейчас показывают, как некие люди для развлечения других людей создали искусственных, человекообразных, мыслящих. Почти как люди, выглядящих из такого же мяса состоящих, искусственных людей. И там они находятся, там их контролируют и так дальше. На органы? Нет, не на органы. Это новый сериал HBO, канал, который транслировал «Игру престолов». У меня вообще есть теория, что было бы хорошо эти два сериала соединить и вот сериал «Мир дикого запада» поставить как приквел. Потому что мир «Игры престолов» как раз прекрасно был бы объяснён как искусственный мир, созданный для развлечений каких-то, для игры. Но неважно. Там вот, если посмотреть хотя бы первую серию «Мира дикого запада», будет показано, есть создатель. Создатель чуть-чуть дебильный. Создатель сделал кукол в честь своей семьи, в честь себя маленького. Он там к ним ходит, как-то общается. То есть, ну и гениальный, и дебильный в то же время. Ну понятно. И он не дал этим искусственным людям получить полное самосознание. И он против этого. Он заморил своего помощника Арнольда, который хотел дать им самосознание. То есть, только чтобы, ну контроль, да? Да. Если мы берём аналогичный сюжет в истории Яговы, то Яговы — это как раз начальник, А Самоэль — это как раз тот его главный научный сотрудник, который решил дать роботам самосознание и возможность самовоспроизведения. То есть, исходя из, я понял, исходя из этих откровений. Тайной книги Иоанна. Да, там написано. Из книги Эноха, из апокрифа Иоанна, это ещё другой текст, из ряда других текстов. И даже исходя из Торы. И даже исходя из того, что в еврейском народе вот почитание сатаны как доброго, вот того, который за них, который всегда их научит, всегда им поможет, в противовес злому Ягове, который только всегда требует, только всегда с палкой стоит и выполняйте, или я вас змеями засыплю, маной закормлю, в пустыне замордую и так дальше. У них вот, у многих вот такой подсознательный сатанизм возник. И даже сознательный сатанизм. Потому что Самоэль, да, это их культурный герой. То есть, получается, от безвыходности у них вот такая... Ну, это их дело. Но исторически Самоэль это тот, кто дал им как бы вообще самоосознание. И Самоэль это отец Каин. Ну, это отдельная история. Я это к тому всё веду, что Адам это название адской планеты, на которой это всё происходило. И первого экспериментального человека, ну, как его назвать? Его назвали Адам, вот как у нас мы все земляне. А там кто? Ну, Адам. Ну, я понял. Тут земляне, а там... Ман это бог всех осознанных, человекообразных в космосе. Ман. Да. Ман это бог разума. Бог всех умных, разумных существ. Поэтому люди называются Манычи, Мановичи или индийская версия Манушья. То есть, получается тогда Рахман, получается Ра это бог и Ман знание. То есть, это получается божественное знание. Ну, как бы божественное разум. Или человек Ра принадлежащий. Или человек принадлежащий Ра, да? Да. Или, допустим, Ман как разум, разум наполненный Ра, разум направленный к Ра, разум осознающий Ра. Ман это ещё и ум человеческий. Отсюда во мнение, то есть, как бы настроение этого ума. Отсюда во... Вот минералы это первые, кто начинают развивать ум на лестнице эволюции. О, кстати, а есть какие-то камни ещё? То есть, получается, что ещё и... Я не высматривал их, могу высматривать. Ещё и минералы есть, да? Будет, да. Ну, как бы, есть вот предварительные на тех страницах эти нюансы. Их можно повести в сторону камней и получить. В последнее время у меня появится камня. Будет, однако, камни, они, вернее, не камни, а минералы, они вот, кристаллы, развивают в себе уже зачатки ума. Поэтому их использовали как флешки в древности. И поэтому они были мерилом ценности. Поэтому мани, как деньги, это, ну, мерило ценности. Потому что вот мани, камни, они сохраняют мысли, сохраняют информацию. То есть, получается, если взять камни и медитировать вместе с ними, да, или там вот как-то... Ну, не всякий камень, то есть, это отдельная история. Но в древности флешки были минерального содержания. Я понял. Просто ты потом берёшь в руку этот камень и через... Не просто брался специальный камень, специально обрабатывался, выбиралось, чтобы это был цельный минерал, а не несколько минералов. И на него, снова, или методом янтра, или методом мантра, или методом тантра наносились знания. Методом тантра это как раз взять и чисто вот подумать, а может что-то там есть. Методом мантра это конкретно осознанием вложить туда эту информацию. И методом янтра это непосредственно машинным путём туда её записать, как сейчас записывают на флешку. Ну, три типа цивилизаций. Понятно, понятно. И поэтому три типа цивилизаций. Тантра, янтра и мантра. Тантра, колдовство, демоны, бесы, призраки, духи, заклинания, проклинания, пошептать, поплевать, иголки в порог и так дальше. Мантра это получается прославление, да? Янтра это механизмы, следующий уровень. Технок, технок. Да. Янтра шестерёнка. Янтра механизмы. И дальше мантра это вот цивилизация осознанных, цивилизация мудрецов. Тогда если бояться этой концепции, четвёртого не хватает. Ну, хватает, в принципе. Хватает, да? Это не в рамках этой концепции. В рамках этой концепции есть пирамида вверх, есть пирамида вниз в этом обелиске. А вот это, это чисто срез. А, это в плоскости. И если поперечными срезами мы разбираем, вот есть там отсюда кусок, ну колонна, скажем, такая, ну не колонна, а целая четверть обелиска, который будет соответствовать праве, четверть, который соответствует яве, четверть мудрости. Однако, вот вверх это мантра, условно говоря, средина это янтра, и низ это тантра. Ну, как про Афина, да, если правильно? Нет. Нет. Ну, это я просто подвожу. Вообще, если возвращаться к изначальному, как Вселенная была устроена, то пирамида вверх это сварга причистая, это миры богов, где всё чисто по духовному развитию. Пирамида вниз это миры демонов, где всё по деградации. А когда в нашу Вселенную вторглись дровиды, они вот на серединный вот этот уровень внесли ещё третий тип взаимодействия, как янтра, взаимодействия посредством механизма. Когда человеку не нужно осознанием запускать это, и не нужно, допустим, заставлять, чтобы привидение ему воду носило, а он создат шестерёнки, которые сами эту воду ему направят. То есть цивилизация. Да. Янтра-то получается цивилизация? Янтра-то технологическая цивилизация. Тантра-то демоническая, мистическая цивилизация, и мантра-то духовно развитая цивилизация. Тут даже интересно, как это расширило сразу сознание, расширило. Не, ну так оно всегда есть. Вот нынешняя европейская цивилизация-то янтра-тантрическая цивилизация. Потому что хоть пользуются янтрами, ну механизмами, шестерёнками, но наверху элита проводит кровавые ритуалы и таким путём сохраняет доминирование над обществом. Да и суеверия в обществе преобладают, боязнь чёрных кошек, числа 13, хождение в церковь, заговоренная вода и всё такое. Все эти суеверия, они не характерны ни янтра, но янтра это воспринимается чисто как бред. А на уровне мантры эти приметы, они уже просто не важны, потому что человек своим осознанием всё это победит. Поэтому нынешняя цивилизация-то как раз когда тантрики паразитируют над янтрическими знаниями, янтрическими навыками. То есть получается, что, ну в принципе да, всё что сегодняшний день сделано человеком, например автомобиль считается средством высшей пилотажа, да, так он является самым большим убийством ради иноминиста. Потому что хоть это и янтра, но она сделана не по принципу янтра, а по принципу, который нужен тантрикам. То есть не по принципу мантры, не по принципу... Нет, вообще если разбираться, принцип янтра, это принцип механизмов, это принцип не божественных знаний, а вот чисто земной рациональности. Если по такому принципу, то технологии Теслы уже должны были бы быть. Если бы нынешняя цивилизация была цивилизацией янтра, то технологии Теслы, там, это уже было бы в каждом доме. Не понял, а то мы просто сейчас находимся в теле. А это просто сделали как с помощью нефти паразитировать, чтобы люди, испуская эти газы, зарабатывали себе карму, зарабатывали карму, становились виноваты перед природой, а демоны говорят, а мы их берём себе под опеку. А судебная и юридическая система сделана так, что человек как бы продаётся государству и ответственность за себя передаёт ему. А в конце концов это передаётся вот тем высшим тантрикам, которые руководят нынешней цивилизацией, проводят кровавые обряды, едят детей, запивают кровью и так дальше. Но это факт. Детей едят, абортированных детей едят. Я чётко вижу, я понимаю, что вся вот эта промышленность, этот аборт, всё остальное работает на какой-то системе. Вот, допустим, даже гарнитура телефонная. Если в древности от отца к сыну их передавали, и они работали тысячелетиями, нынешнюю я должен заряжать по несколько раз в день. И нынешняя её перегнула, она поломалась. А древние они тысячелетия работали. То есть всё настроено на то, чтобы она потреблять... Чтобы паразитировать, да. И чтобы оно ломалось, чтобы у человека не было свободы. Чтобы человек должен был покупать, должен был заряжать, должен был там к мастеру ходить. Чтобы люди возились в дерьме, вместо того, чтобы стремиться к звёздам. Ведь получается, если вот так, как в древности, гарнитура передаётся, средства связи передаются, оружие сверхсовершенное передаётся, то человеку не нужно тратить свои силы, свои ресурсы, чтобы зарабатывать на все эти безделушки. Ему отец, там, дед передал, он идёт дальше, пользуется этим. И занимается саморазвитием. То, что сейчас на сегодняшний день не хватает человеку. Да. А как сейчас это самое? А вот я недавно в этой электричке ехал. Это ж кошмар. Да. Сидит одна жирная штука. Рядом с ней, правда, не жирная, но всё равно безмозглая. И они обсуждают кулинарные рецепты. Это кошмар. Потому что это, ну, любое питание, в конце концов, его задача просто дать силы организму. То же, что они хотят, это чтобы оно было как-то вкуснее, как-то так, как-то сяк. А в конце концов это дерьмо. На выходу процента. Вот получается, сейчас все женщины, ну, большинство женщин, они всю жизнь только и занимаются, что на кухне дерьмо делают. Ну да, вместо того, чтобы быть.